МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Провожать календарное лето по автоспортивному Казань приучила активистов российского автоспорта давно, еще в середине 90-х годов прошлого столетия. В 2012-м за неделю до официального наступления осени для проведения 17-х традиционных соревнований на Кубок Президента Республики Татарстан по ралли-кроссу на автодроме «Высокая гора» прибыли спортсмены из десятка регионов страны. Да, на этот раз обошлись без иностранных пилотов-участников, но зато машин, которые участвуют в европейских гонках, было как никогда много. И в переднеприводном зачете, и в полном приводе своего рода сенсацией было участие в Кубке Президента 2012 в зачете суперкар с самой быстрой машиной текущего чемпионата Европы по ралли-кроссу «Ситрайна ДС-3», подготовленного в команде «Кеннет Хансен Моторспорт» и ее пилота, лидера европейского рейтинга 2012 года Тимура Тимирзянова. Всегда хотел принять участие в чемпионате России именно на Кубке Президента в Казани, поэтому заранее запланировали, тем более не попали на первый топ в Англию, чем-то надо было уступать своим спонсорам, что-то для них сделать специфическое и решили поехать на Казань, у себя на родине, на своей трассе, на казанской трассе, на соревнованиях, почему бы и нет. Легендарный шведский пилот «Кеннет Хансен» тоже прибыл в Казань, но уже в качестве консультанта Тимура Тимирзянова. В свое время «Кеннет Хансен» выигрывал Кубок Президента. Несомненно, Тимирзянов считался фаворитом соревнований. Однако еще до начала тренировок механикам пришлось поменять мотор «Ситроэна ДС-3» на новый. А по ходу первой свободной тренировки еще проблема с турбиной образовалась. Так что основное время чудо-машина фаворита находилась под опекой механик. А ведь исправная техника в ближайшее время должна была помочь Тимирзянову завоевать титул в Еврочемпионате. Машина, в принципе, должна была ехать сразу в следующий этап чемпионата Европы в Финляндии. И то, что мы столкнулись с проблемами с двигателем на тренировке, то, что сейчас мы будем менять турбину, потому что есть какие-то с ней проблемы. То есть, в принципе, это только хорошо, потому что это случилось здесь, что мы будем готовы к следующей гонке. Потенциальными соперниками в борьбе за победу в дивизионе «Суперкарс» в рамках Кубка Президента в 2012 году можно было считать сразу шесть машин иностранного производства. В первую очередь, конечно же, «Ситроян Ц4» Рустама Миниханова, пилота команды «Тимирхан», также построенного при участии Кеннета Хансона, только чуть пораньше. За соперничество Миниханова и Тимирзянова болельщики планировали понаблюдать с особым интересом. Причем молодой пилот сразу же отмел всякие намеки на возможность произвести политкорректный результат. Я не скажу, что я буду там кому-то уступать и опускать педаль газа, когда это надо будет. В принципе, не ради этого приехал. Мой определенный статус как спортсмена не позволяет мне дать себе слабинку. Впервые на автодроме «Высокая гора» Салават Фадхуддинов представил свой новый «Форд Фокус», на котором выезжает на этапы кроссового чемпионата Европы. Сам же пилот традиционно весело проводил свободное от заездов время, рекламируя в том число и продукцию спонсора. Красный хороший, синий нежный, красный-синий-голубой, выбирай себе любой. Вопреки разговорам о прекращении ралли-кроссовой деятельности, команда ЦСКА из Москвы привезла на Кубок Президента Рено Клио, управлять которым будет младший из братьев Квашниных Александр. Кстати, москвичи помогли подготовить к соревнованиям еще одну машину. Под флагом команды «Чингисхан» красовался «Пежо 206», на котором выступает Радик Минахметов. На старую бабушку мою платье одели. Правильно это выходит, да. Так что, просто чуть-чуть начинку поменяли и все. Действительно, «Пежо» чингисхановца далеко не новый, но серьезно отреставрированный. Можно сказать, до категории конкурентно способный. Вот только как следует потренироваться на том «Пежо» у Радика Минахметова было совсем мало времени перед гонкой. Ну, сейчас как бы уже посерьезнее, поинтереснее, звук другой. Да и вообще, как бы я никогда не ездил на таких машинах. Надо еще привыкнуть к ней, покататься побольше. Так что, посмотрим. Кстати, по результатам хронометрируемой тренировки Радик Минахметов показал третье время, уступив Рустаму Миниханову и Владиславу Кузьмину, но объехав Александра Квашнина, Виталия Дудина, Борис Котелло. Самый опытный из участников Кубка Президента Торясенец Борис Котелло перед началом квалификационной части традиционно не верил в свой успех, сетуя на суперконкуренцию этого 17-го Кубка Президента. Этот праздник не для меня. Можно собираться домой и ехать. Не будем участвовать? Ну, если дождь пойдет только, может, тогда что-то получится. Надо дождь, очень сильный дождь. Это выручивает. Котелло показал в хронометрируемом заезде шестое время среди 12 стартовавших пилотов. Ну, а Тимур Тимирзянов так и не выехал в контрольном заезде. Не успели механики поменять турбину на его Ситроэне ДС-3. Я мог, конечно, продолжать гонку на этой турбине, но... Была опасность, что она может загореть, потому что масло выбрасывается в достаточно большом количестве и попадает. То есть, если раз она дымится синим дымом, соответственно, значит, здесь где-то дырочка, откуда может в дальнейшем пойти огонь. То есть, как бы, это может дорогого стоить. Поэтому при этом при всем она может разлететь и сломать еще один мотор. В общем, довольно событийно прошла предварительная стадия гонки, и теперь в планах организаторов началось проведение первой квалификационной серии заездов пилотов с заявившихся в дивизион суперкард с Кубка Президента. Количество участников позволяло провести три заезда в серии. И в первом из них стартовали Слават Фадхуддинов, Тимур Тимирзянов, Евгений Ушмаев, Александр Рогозин и Татьяна Елисеев. Три иномарки и пара машин от Волжского автозавода. Вряд ли кто-то ожидал, что в лидеры со старта уедет кто-то другой, но не Тимирзянов. К Ситроэн ДС-3 легко и неприимужденно уехал от соперников сразу и насовсем. Так что намека на интригу можно было ожидать разве что от других участников, например, от Фадхуддинова с Рогозиным, чьи машины по ходу первого круга расположились на второй и третий текущих позициях заезд. На исходе первого круга Фадхуддинов едва не потерял машину в заносе, а Рогозин будто подглядывал за впереди идущим соперником. И повторил маневр под копирку. Пилот из Ижевска не имеет достойного ралли-кроссового опыта, да и машину собирает по сути раз в год, чтобы на Кубок Президента Татарстана приехать. Отсюда и проблемы. На втором круге Александр едва не отправил свой Митсубиси в забор при прихождении Джокерлэпа, но тут же расплатился за ошибку. Вернулся на основную траекторию уже четвертым, после Тимирзянова, Фадхуддинова и Елисеевой. ВАЗ-2108 Татьяна из Нарафаминска, конечно же, не тянет на лидерство, но иногда спокойная и правильная езда дает лучший результат, чем неоправданная экспрессия. Прогозин, конечно, был намерен атаковать Елисееву и на третьем круге дистанции предпринял попытку, но траектория восьмерки опять была оптимальнее, так что вернуться на третью позицию в заезде у Ижевчанина не получилось. Слават Фадхуддинов на последнем круге, что называется, без нервов преодолевает Джокер и едет к финишу вторым в заезде. Да какие уж тут нервы, если ты еще за полкруга до финиша находишься, а лидер под клетчатую отмашку заезжает. Тимур Тимирзянов выигрывает свой заезд первой квалификации и, судя по времени, потраченному Тимирзяновым на прохождение дистанции, делает заявку на победу в серии в целом. Его соперники финишировали с существенным отставанием и после финиша раскрывали некоторые свои проблемы. Старт вот никак не могу понять. Я же эту ерунду не включаю. Сцепление раньше было чуть-чуть ниже, а сейчас она где-то в конце. Коробка не переключается, и выход из поворота, вторая, третья передача, когда-то третья, когда-то нейтраль. Приходится вторая, ну что-то уже прям неинтересно. Будем продолжать? Ну, а куда деваться там? Все, все-таки же приехал. Все, кто ж вашу камеру возить будет? Он-борд камеры из студии Bayer расположились не только в салоне машины Рогозина. Во втором заезде подглядывать изнутри машины Александра Квашлина было интересно. С Квашлиным стартовали Кузьмин, Животов и Котелло. Выиграть со старта позицию лидера у Квашлина не получилось. Владислав Кузьмин определил в лидеры свой Volkswagen Golf. Квашлин второй на первом круге, Животов третий, ну а Котелло по традиции сразу поехал в Джокер и теперь едет четвертым, следит, так сказать, за ситуацией сзади. Дождя, которого так ждал Торятинец, не пролилось над автодромом Высокая гора. Уже на первом круге определилась пара пилотов, машины которых заметно побыстрее. Кузьмин и Квашлин, вероятнее всего, претендовали на победу во втором заезде дивизионных суперкар с Кубка Президента 2012 года. На втором круге дистанции произошло единственное изменение позиций в том заезде. Евгений Животов решил преодолеть Джокер Лэб и отдал третью позицию в распоряжении Бориса Котелло. Теперь, если и могла произойти перестановка, то только если Квашлин захотел бы атаковать Владислава Кузьмина. Но на третьем круге дистанции Александр не поехал в Джокер и, по сути, лишил себя атакующей перспективы, а заодно лишил заезд интриги. В итоге Кузьмин финишировал первым, Квашлин вторым, Котелло третьим, Животов четвертым. После финиша оказалось, что Александр Квашлин проиграл Тимуру Тимирзянову аж 8 секунд. Тимур, шараш, сумасшедший. Молодец. Думаю, не стать надо. У тебя не получалось, как сумасшедший? Нет. Тренироваться надо? Ладно, не того нет. Есть к чему стремиться. В третьем заезде первой квалификации дивизиона Суперкар с 17-го Кубка Президента старт принимали Рустам Миниханов, Радик Минахметов, Виталий Дудин и Роман Степаненко. На фоне прогнозируемого отличного старта Миниханова, старт Минахметова нужно было признать провальным. Пежо команда Чингисхан поехал с большой задержкой и не так резво, как хотелось бы пилоту. Так что досталась Минахметову только третья текущая позиция в дебюте заезда, однако больше других неприятностей неожиданно привалило пилоту команды Тимирхана. В Ситроэн С4 Рустама Миниханова за несколько секунд погрузил участок трассы в облако белого дыма. Тимирхановец оперативно припарковывает машину в безопасном для других пилотов месте и покидает автомобиль. Тем временем на первую позицию в заезде выезжает Виталий Дудин, вторым едет Радик Минахметов, а третьим и совсем рядом с Минахметовым движется Роман Степаненко, причем у Степаненко-то уже и Джокер есть в активе. На втором круге свой проезд по Джокеру исполняет Виталий Дудин, в результате чего теряет лидерскую позицию, но в потенциале тотальятинец заполучает шанс на победу в заезде. Самым зрелищным получился третий круг дистанции. Интрига закрутилась, когда Минахметов поехал в Джокер, вернулся с Джокер Лэпа и, что называется, в самую борьбу с Дудином за лидерство. Добрую сотню метров эта борьба носила очень напряженный характер, причем победителем-то в ситуации мог стать Степаненко. Он даже несколько секунд лидировал, воспользовавшись между собой чеком соперников, но затем все стало на свои места. Степаненко остался третьим в заезде, Дудин вторым, Минахметов первым. Победа Чингисхановца в заезде с пятым кульфакционным временем, конечно, неплохой результат, но мог бы быть и лучшим, если бы не заминка на старте. Что-то не получилось, не открылось, или ты не держал. К новой машине действительно надо привыкнуть, сродниться с ней, если угодно. Так что советы от производителя, в частности по стартовым манипуляциям, могут быть чрезвычайно полезны. Сергей Квашлин приложил немало усилий, чтобы довести Пежо до ума. Горали, сделали. Нам интересный результат тоже технический на выходе автомобиля. И хочется, чтобы, конечно, в призах все нормально было с автомобилем. Команде Тимирхан тоже хотелось, чтобы машина отработала гонку без проблем, но вышло-то по-другому. Мотор Ситрояна С4 Рустама Миниханова приказал долго жить. И теперь механикам за ночь предстояло провести операцию на сердце французскому пациенту. Пилот, несмотря на то, что не заработал в первой квалификации зачетных очков, был спокоен. Бывает, все. Какие ощущения были, когда вот этот домоган пошел? Нет, никакие. Отнадь и сорок пять соток секунды. В порядке. В пятое время. Далее в программе смотрите, каких результатов участники гонки добились в квалификациях, кто сумел пробиться в финал и в честь кого поднимались подиумные флаги. Все подробности и итоги Кубка Президента Республики Татарстан по роликросу 2012 года прямо сейчас в программе студии Bayer Video Sport. Второй день Кубка Президента Республики Татарстан по роликросу 2012 года самый насыщенный в плане проведения заездов и он же решающий. Вопреки прогнозам синоптиков, дождь был маловероятен, а значит, большее число болельщиков ожидалось на автодроме Высокая гора. Торжественное открытие соревнований утром второго дня гонки – традиция, от которых не отступают. Что бы ни говорили об этом мероприятии, но оно определенно мобилизует пилотов, настраивает на плодотворную работу. Соревновательная стадия для пилотов дивизиона Суперкарс начиналась с заездами второй квалификации и в первом заезде серии на старт вышли те пилоты, которым по тем или иным причинам не удалось показать хороших результатов в заездах первой квалификации. Железное сердце «Ситрояна-Ц4» команды «Тимирхан» за ночь механики поменяли на новое и теперь Рустам Миниханов устремился по дистанции лидером первого заезда. Понятно, что если техника будет в полном порядке у «Тимирхановца», то, по крайней мере, у этого состава соперников шансов объехать лидера нет. С Минихановым в заезде стартовали Рогозин, Елисеева, Дудин, Степаненко. Роман Степаненко, кстати, по ходу четырех кругов дистанции был ближе всех к лидеру Рустаму Миниханову. Конечно, в концовке заезда Степаненко отстал на 9 секунд, но сравнивать «Ладу-Калину» и «Ситроян-Ц4» от самого Кеннета Хансена вряд ли уместно. Миниханов победил в заезде, Роман Степаненко из «Самары» финишировал вторым и ни много ни мало с шестым квалификационным результатом. Как всегда, все замечательно, погода радует, никакого дождя. Работаем с машиной, получаем опыт незаменимый. Наступаем на хвост лидером чуть-чуть. Сегодня есть кому наступать? Сегодня как никогда расширенный состав, да. Но это очень радует, что, надеюсь, эта традиция распространится и на другие этапы. И, может быть, в следующем году ребята при той почтут гоняться в России, нежели в Европе. В активе Рустава Миниханова теперь было второе квалификационное время, а значит, шанс пробиться в первый стартовый ряд финала А у Тимирхановца был высоким. Тем временем в свой заезд второй квалификации отправились Владислав Кузьмин, Слават Фатхудзинов, Евгений Животов и Борис Котелло. Лидерство со старта захватывает Volkswagen Кузьмина. И это вполне логично. Пилот из Воронежа в первой квалификации показал второе время. За вторую позицию по ходу первого круга дистанции боролись Фатхудзинов и Животов. Форд Фокус народного голоса Татарстана технически был готов посерьезнее, так что Фатхудзинов объехал Животова, Mitsubishi Lancer которого регулярно выдавал из выхлопной трубы сизый дымок. И это был не очень хороший знак. На втором круге Животов едет через Джокерлэп и теряет позицию. И теперь третьим заезде движется Борис Котелло. Салават Фатхудзинов второй и решительно устремлен в погоню за лидером Владиславом Кузьминым. Но на исходе второго круга Форд Фокус Салавата явно сбрасывает обороты, пропускает вперед соперников и паркуется у въезда в поддог. Что-то с машиной случилось экстраординарное, не иначе. А значит назревавшая интрига в борьбе за лидерство теперь уже в прошлом. К третьему кругу дистанции Кузьмин далеко уехал от преследователей, которые и не рассчитывали догнать его теперь. Напоследок Евгений Животов еще и ошибся результативно. Во второй раз поехал в Джокер, но вовремя исправил оплошность. Владислав Кузьмин – заслуженный победитель заезда. Причем и скорость Кузьмин показал приличную. Третье время квалификации в его активе. Ну а болельщики? Болельщики уже вовсю волнуются за Салаватов от Худзинова. Сход пилота, оказывается, случился не по техническим причинам. С Салаватом что-то случилось. Он прыгнул отсюда. Скорая помощь поехала. Действительно, со здоровьем пилота было далеко не все в порядке. Помощь медиков была весьма своевременна. За 17 лет проведения Кубка Президента такое случается в первый раз, потому и беспокойство эпизод вызывает немало. Я думаю только сейчас об одном, о конечном, чтобы это не первый и последний раз было. И все. Почему-то какое-то предчувствие, что-то непонятно было у меня. Непонятно совершенно абсолютно. Но никогда бы не подумал, что именно с ним. Врачи принимают решение госпитализировать в Худзинову для детального обследования. Жаль, но похоже, одним интересным пилотам в суперкарах стало меньше в этой городе. Но на трассе участники третьего заключительного заезда второй квалификации. Тимур Тимирзянов, Радик Минахметов и Александр Квашнин. В принципе, три достойных соперника, но даже в таком составе Тимирзянов был заметно быстрее конкурентов. В свою очередь, между Минахметовым и Квашниным намечалось напряжение тактического плана. Пежо 206 под 71 номером команды Чингисхан преодолел Джокер Лэб сразу после старта. И теперь пытался достать московский Рено Клио, на борту которого 77-й стартовый номер. Ускользнуть от преследователя – дело серьезное и тактическое, конечно же. Квашнин успел проделать свой Джокер-маневр эффективно и без потери текущей позиции. В общем, скоростные показатели Квашнина и Минахметова были примерно равны. Четвертое и пятое времена во второй серии и их результат. Ну а Тимирзянов снова лучший, причем две квалификационные победы позволяют Тимирзянову теперь не выезжать в третьей квалификации. Пол-позиция в финале обеспечена. Пилот подтверждает это предположение. Не буду лишний раз теребить автомобиль. Третья квалификация ничем, собственно, не удивила, по большому счету. Но в первом заезде Рустам Миниханов стартовал с Дудиным, Животовым и Рогозиным. Конкурентно способного соперничества, как и предполагалось, не получилось. Ситроэн С4 команды Тимирхан выиграл без малейших проблем. Да и за второй финиш особой конкуренции не наблюдалось. Как со старта уехали в Джокер-Лэпл, Рогозин с Животовым так и не догнали потом Дудина. Виталий Дудин. Второй в заезде с отставанием от Рустама Миниханова в 9 секунд. Во втором заезде три машины на старте. Степаненко, Кузьмина и Минахметова. Но по световому сигналу стартуют только две из них. Пежо команды Чингисхан остается недвижимым. Да, так и не сдружился пока с обновленной техникой Радик Минахметов. Старт худший за гонку. И поехал Минахметов в тот момент, когда лидер заезда Владислав Кузьмин и второй соперник Роман Степаненко уже к середине второго круга дистанции подбирались. В общем, в финал Амин Ахметов попал, но только благодаря результатам первой и второй серии. В третий ряд, правда. Ну, а победитель заезда Кузьмин был быстрейшим в третьей серии квалификации. Теперь он один из претендентов на подиум Кубка Президента 2012 года. Для заключительного заезда третьей квалификации дивизиона Суперкарс на старт смогли выехать только двое – Борис Котелло и Александр Квашнин. В том числе и форт Салаватов от Худинова остался стоять в поддоке. Пилот из больницы не вернулся. Но в споре Квашнина и Котелло победила московская машина. Победила без вопросов заслуженность преимуществом в 7 секунд. Однако и Котелло, и Квашнин квалифицировались в финал А и будут стартовать бок о бок со второго ряда. Два вакантных места в главном финальном заезде гонки оспаривали в финале категории «Б-4» пилота. Виталий Дудин, Евгений Животов, Роман Степаненко и Евгений Ушмаев. Тольяттилиц Дудин был, безусловно, в этой кампании фаворитом, что и подтвердил старт заезда. Дудин – лидер. На вторую позицию выбирается Роман Степаненко, а Евгений Животов и Евгений Ушмаев едут в Джокерлэб. На первом и втором кругах заезда перестановок не случается. Потенциально, правда, Животов был ближе к финалу А, чем Степаненко, потому как вплотную подобрался к конкуренту, которому еще нужно было преодолеть Джокерлэб. Все в этом заезде решилось на третьем круге дистанции. Когда Дудин и Степаненко парой отправились на дополнительную траекторию, неудача там как раз и подстерегла Тольяттинца. Его Лада Калина дальше не поехала. Он не вошел в Джокер, уперся в дальний отбойник, ударился колесом, а я за ним в Джокер нырнул и чуть-чуть немножко уткнулся в него. Ну ничего, я вроде доехал, а он там остался с передним колесом. Роман Степаненко вернулся из аварийной поездки в Джокер на вторую позицию, вторым и завершил заезд. Первым же в том заезде стал огнедышащий праворульный ланцер Евгения Животова. Мы любим японскую технику. В оригинале. Да, справа в роли. Итак, в финале категории А, 17-го Кубка президента Республики Татарстан по ралли-кроссу стартовать довелось восьми пилотам. С третьего ряда Степаненко, Животову и Минахметову, со второго Котелло и Квачнину, с первого Миниханову, Кузьмину и Тимирзянову. Уже на старте с проблемами столкнулись Кузьмин и Минахметов. Но если пилот из Воронежа потерял только полторы-две секунды, то Татарстанец в очередной раз прилично помучился, прежде чем его машина поехала. В лидеры тем временем выехал Тимур Тимирзянов, вторая позиция за Рустамом Минихановым, третьим расположился Александр Квашнин. Неполадки машины Кузьмина сыграли в пользу пилота команды ЦСКА. Четвертую позицию занимает Борис Котелло, причем он не поехал в Джокерлэп, изменил своей традиции. Со стартов Джокер поехали остальные пилоты под предводительством Евгения Животова. Серьезной проблемой для всех участников заезда была пыль, которую мощные полноприводные машины подняли уже при прохождении первого круга. Чем дальше, тем было еще пыльнее. Наверное, кто-то там круговые, кто-то отстал, видимо, от пелетона и создавал немножко пыль. Сложно было разобраться, куда ехать. В пыльную западню по ходу заезда попался ланцер Евгения Животова. Потерял, конечно же, на этом пилот, но остался в заезде. На втором круге Владислав Кузьмин объехал и Животова, и Котелло, и заполучил шанс побороться за подиум. Борис Котелло, кстати, перед стартом так оценивал свои шансы. Чем больше сойдет машин, тем дальше поднимусь выше. А сходов-то во финале Кубка Президента 2012 года не случилось. Все пилоты, которые сумели стартовать, оказались и на финише. По ходу заезда не возникало сомнений только по поводу первого финиша Тимура Тимирзянова и второго Рустама Миниханова. А вот Александр Квашнин за третье подиумное место повоевал. И с собой, и с машиной, и с пылью, и с Кузьминым. Однако Воронеж в 2012-м до подиума Кубка Президента так не дотянулся. Стартовая заминка, несомненно, сказалась на результате. Ну а мы представляем тройку призеров Кубка Президента 2012 года. Третье место – Александр Квашнин, ЦСКА, Москва. Второе место – Рустам Миниханов, Тимирхан, Казань. Победитель 17-й традиционной гонки на Высокой горе – Тимур Тиверзянов, Намус, Казань. Лидер европейского ралли-кроссового чемпионата 2012 года в дивизионе Суперкарс, обладатель Кубка Президента Республики Татарстан 2012. Спасибо Высокая гора за гонку, спасибо пилотам за участие, болельщикам за поддержку и до встречи в следующем, в 2013 году. Это «Видеоспорт». Всем удачи, всем побед!